Китайский электрокар Xpeng P5 дебютировал на внутреннем рынке в нескольких исполнениях. Данную машину впервые официально презентовали на прошедшем в апреле этого года шанхайском автосалоне. Но уже сегодня модель представлена в дилерских центрах Китая. В салоне P5 можно найти дополнительный проекционный экран, который выдвигается перед сидениями водителя, систему объемного звучания с 8 динамиками, встроенный холодильник и регулятор аромата. А прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, ведь новые видео на канале выходят каждый день. Пятерка немногим компактнее уже продающегося в России Xpeng P7. Длина 4808 мм вместо 4880 мм. Ширина 1840 мм против 1896 мм. Но платформа у модели P5 более простая, унифицированная с кроссовером G3. Здесь безальтернативный передний привод, задняя полузависимая подвеска и колесная база 2768 мм. Вместо 2998 мм у седана P7. Кузов тоже более простой. Двери здесь обычные, распашные. У модели P7 передние двери поднимаются вверх, а вместо сплошной стеклянной крыши только люк со сдвижной шторкой. Колеса диаметром 17 или 18 дюймов. Вся электроника сосредоточена в переднем отсеке, поэтому единственный багажник на 450 литров привычно расположен в корме. Седан Xpeng P5 стал первой моделью с автопилотом Xpilot 3.5. Как заявлено, он с запасом отвечает третьему уровню автономности и может самостоятельно ввести машину по трассе, а также парковаться в автоматическом режиме. В арсенале есть сразу два лидара по углам переднего бампера, 12 ультразвуковых датчиков, 5 мм радаров, 13 камер, а вдобавок автопилот связан с навигатором. Но такой Xpilot 3.5 полагается только самым дорогим версиям. У средних вариантов упрощенный Xpilot 3.0 без лидаров, а в базе просто адаптивный круиз-контроль. Xpeng P5 оснащен электромотором с отдачей в 211 л.с. и 310 ньютон-метров. Производитель предлагает 6 модификаций данного электрического седана. Минимальная цена автомобиля соответствует 157 900 юаню, 1 миллион 790 тысяч рублей. А за самое топовое исполнение в дилерских центрах поднебесные попросят 223 900 юаней, или 2,5 миллиона рублей. Это значит, что китаец оказался почти в 2,5 раза дешевле своего основного конкурента Tesla Model 3, которая оценивается чуть более 4 миллионов рублей. В базовой конфигурации 460G авто оснащено аккумулятором на 56 киловатт-часа, которое позволяет проехать 460 километров. Комплектация 460E имеет такой же показатель автономности, но с системой автономного вождения более высокого уровня, поэтому цена уже выше 173 тысячи юаней, или 1 миллион 960 тысяч рублей. Версия 550G идет с батареи повышенного объема на 66 киловатт-часа, которая позволяет проехать на одном заряде 550 километров. Это увеличивает цену до 178 тысяч юаней, или 2 миллиона 10 тысяч рублей. Соответственно, 550E отличается наличием X-Pilot 3.0 и стоит немного дороже, 192 тысячи юаней, или 2 миллиона 180 тысяч рублей. Также есть 550P, которая добавляет лишь 2 дополнительных лидара и повышает ценник до 199 тысяч юаней, или 2 миллиона 260 тысяч рублей. Самое топовое исполнение 600P также предлагает X-Peng P5 с продвинутым автоматическим вождением и двумя дополнительными лидарами. Однако в этой версии установлен аккумулятор на 72 киловатт-часа, что позволяет машине проехать, не заезжая на зарядочные станции, до 600 километров. Стоимость такой версии 223 тысячи 900 юаней, или 2 миллиона 530 тысяч рублей. Производитель заявляет, что автомобиль может разогнаться с места до сотни всего за 7,5 секунд, что является неплохим результатом. Позже, как с уверенностью заявляет производитель, машина будет поставляться и на европейский рынок, в том числе и в Россию. Как вам такой электромобиль из Китая? И как вы думаете, будет ли на него спрос у нас в стране? Пишите ваше мнение в комментариях, вместе обсудим. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новинкой. С вами был канал Автоэксперт, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok